Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте! И сегодня в выпуске. Латают даже ночью. На федеральном участке трассы Наринмар-аэропорт завершаются работы по устранению колейностей и ям. Новые технологии для комфорта граждан. В Наринмарском автотранспортном предприятии внедрили систему подсчетов пассажиров. Вместе на своем. Вокалистка из Наринмара стала одной из шести победителей в конкурсе Google. Об этом мы не только расскажем в нашем выпуске. Стали известны подробности о необычной погоне, которая развернулась на одной из городских дорог 28 июля. Водитель черного кроссовера пытался экстремальным способом скрыться от сотрудников ГИБДД, но все равно был задержан. 28 июля около 19 часов наряд Дорожно-патрульной службы заметил черную иномарку, водитель которой при виде служебной машины подозрительно сменил направление. Вследствие чего наряд ДПС начал преследование автомобиля. Данный автомобиль на улице пересечения авиаторфея Швецова был частично заблокирован. Наши сотрудники попытались остановить транспортное средство. Один из сотрудников зацепился за передний бампер, получается капот. Однако водитель при подаче задним ходом совершил маневр и попытался дальнейшее движение и скрыться. Тем не менее, сотрудник требовал обостановки, после чего данное транспортное средство было остановлено. Водителем оказался 19-летний гражданин Российской Федерации, проживающий в городе Нарьянар. В отношении его были возбуждены дела в административном правонарушении. В отношении 19-летнего гражданина возбуждены сразу три административных дела. За выезд на полосу встречного движения, отсутствие права управления транспортным средством и неисполнение требований сотрудника полиции об остановке. В данный момент проводится административное расследование о привлечении данного гражданина к ответственности. В результате мероприятия по задержанию автомобиля никто не пострадал. За прошедшие сутки в Ненецком автономном округе зарегистрировано 12 случаев заболевания COVID-19. Выздоровел 61 человек. Еще один житель региона скончался от новой коронавирусной инфекции. Это 11-й летальный исход с начала пандемии в регионе. На лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 285 человек. Еще у девяти пациентов диагноз заболевания COVID-19 был подтвержден результатами исследований методом иммуноферментного анализа. В общей сумме в настоящее время на лечении в регионе находится 294 человека. Из них стационарное лечение получают 65 человек, амбулаторное – 229. На учете в Управлении Роспотребнадзора состоит 784 человека. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. Тысяча доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» от коронавируса поступило в Ненецкий округ. Препарат будет направлен в пункты вакцинации во взрослой городской поликлинике, в центральной районной поликлинике и во дворец культуры Арктика. Привиться ей смогут ранее вакцинированные граждане или переболевшие более шести месяцев назад. Это уже четвертая отечественная вакцина. Главное ее отличие от трех предыдущих в том, что она содержит только один компонент и вводится однократно. Вакцина создана на основе аденовируса человека 26 типа и, согласно данным Министерства здравоохранения, доказала свою безопасность и выработку клеточного иммунного ответа. Вакцину мы получили сейчас 1000 доз, сейчас она оприходуется, потому что вакцина маркированная, пока не пройдет определенная процедура, ее выпуск в пункты невозможен. Поэтому сегодня заканчивают ее оприходовать и завтрашнего дня уже будем пользоваться этой вакциной. Вакцина идет для лиц, которые перенесли полгода назад новую коронавирусную инфекцию, либо те, которые вакцинировались также полгода назад. Отметим, сегодня в регионе в наличии три вакцины – «Спутник Ви», «Эпивак Корона» и «Спутник Лайт». Прививку от новой коронавирусной инфекции в Ненецком автономном округе сделали более 13 тысяч человек. Завершили вакцинацию, то есть привились двумя компонентами вакцины 11 772 человека. Для достижения коллективного иммунитета в регионе необходимо, чтобы прививку от коронавируса сделали 19 427 человек среди взрослого населения. Обследование и постановка на учет беременных в женской консультации Ненецкой окружной больницы проводятся в плановом порядке. Пациентки с подтвержденной коронавирусной инфекцией обследуются на дому. Все необходимые при беременности обследования проводятся в срок. При наличии любой сопутствующей патологии в сочетании с обычными симптомами COVID-19 беременных госпитализируют в стационар. Для поступления в родильное отделение Ненецкой окружной больницы у пациенток должен быть при себе сертификат о вакцинации или справка о ПЦР-тестировании. Согласно приказу мы у всех пациентов, которые госпитализируются на роды, берем анализы на наличие антител в крови коронавирусной инфекции. Если это пациентка экстренная, она поступает в срочном порядке, у нее есть симптомы, эрозы и так далее, она у нас изолируется в специальный отведенный бокс, в специальное отведенное помещение у нас для таких пациенток есть, до отрицательного анализа ПЦР на коронавирусную инфекцию. Среди заболевших в июле COVID-19 был выявлен у 10 беременных женщин. 8 из них перенесли заболевание в легкой форме. Одна заболела за пределами округа и переболела в средней степени тяжести. Еще одна с тяжелой формой заболевания была отправлена в Архангельскую областную больницу. В большинстве случаев инфекция у беременных протекает в легкой форме, но риск тяжелого течения коронавирусной инфекции у беременных женщин все же присутствует. Многие препараты при беременности противопоказаны, но учитываем разные факторы. Противовирусные препараты и то, что мы сейчас используем для лечения коронавирусной инфекции, у них нет клинических испытаний, к сожалению, большинства, для того, чтобы использовать их при беременности. Лечим все согласно протоколам и пациентки у нас не без внимания. Медики напоминают, при появлении признаков острого респираторного заболевания беременным женщинам необходимо вызвать терапевта на дом или при необходимости скорую медицинскую помощь. Дополнительно необходимо информировать акушера-гинеколога по телефону о своем заболевании. Кроме того, начиная с 22 недели беременности, рекомендуется вакцинация женщин, которые находятся в группе риска тяжелого течения заболевания. К ним относятся беременные с ожирением, женщины с любой формой диабета, даже гестационной. Добавлю, в июле Минздрав обновил методические рекомендации по вакцинации от COVID-19, в которых заявил, что препарат «Спутник Ви» не представляет опасности для беременных. Вакцина на плод не влияет. Новый детский сад в НИСИ откроет двери для детей с 1 сентября. Об этом сообщил губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный. Учреждение уже получило лицензию на образовательную деятельность. Детский сад общей площадью 1807 квадратных метров рассчитан на 70 мест. В нем есть 4 группы для детей, отапливаемые веранды для прогулок в неблагоприятную погоду, мидпункт, пищеблок, зал для физкультурных и музыкальных занятий, а также служебные помещения. Подрядчиком по строительству детского сада выступила ООО «Стройуниверсал». Компания приступила к строительству в июне 2019 года. Сумма контракта составила порядка 232 миллионов рублей, в том числе 36 миллионов 100 тысяч рублей средства, выделенные региону из федерального бюджета. До настоящего времени детский сад в НИСИ располагался в двух деревянных зданиях. 1962 года и 1935 года постройки. На участке федеральной трассы Наринмар-аэропорт почти закончен ремонт асфальтового полотна. На одной из самых проблемных транспортных артерий города дорожники латают выбоины и устраняют колейность. Василий Хатанзейский расскажет подробнее. Северное лето – пора для благоустройства региона. За столь короткий период необходимо провести колоссальную работу. Например, объем работы, выполняемой в Ненецком округе за два месяца, равняется объему работы, выполненному в Южном регионе почти за целый год. Сейчас мы находимся на федеральной дороге, ведущей в аэропорт. На этом участке дороги ведутся работы даже ночью. Чтобы не создавать помехи для водителей днем, ремонтные работы по асфальтированию дорожного полотна проходят глубокой ночью и в ускоренном темпе. Транспортная артерия из Наринмара в аэропорт – единственная федеральная автодорога в округе. В ходе проведения последней проверки были выявлены недочеты – многочисленные ямы, трещины, стертая разметка. Для устранения всех дефектов подрядчик использует современные технологии и материалы. Материал современный, асфальт, то, что у нас асфальтзавод готовит, самое лучшее, то и делаем. Это эмульсия-проливка, это в 2019 году появился в округе, не было раньше такого. Это как клей, он очень хорошо держится, намного лучше, чем просто бетон. Это на водной основе, химической, она лучше степляет асфальт старый с новым. Работы проводились на протяжении почти одного километра. Контроль за ремонтом дороги осуществляется ежедневно. Мы готовимся, будем контролировать, чтобы нанести там разметку, окончательные страхи. Ну, также идет проверка других работ, это по мосту, которые не видны взглядом обывателю, да. Но они как бы ведутся, постоянно у нас в центр соцзаказчиков выходят, контролируют тротуары, состояние моста, как они покосили траву, как они закрыли сколы на мостах. Откосы укрепили и так далее. Подрядчик обещает уложиться в установленные сроки. Напомню, в ходе последней проверки губернатор округа Юрий Бездудный поручил Департаменту строительства ЖКХ, энергетики и транспорта НАО инициировать ремонт. После чего Наринмар посетил представитель ФКУ Упурдор при Камье в Сыктывкаре и лично оценил состояние в федеральной дороге. Василий Хатанзейский, Владислав Носкин, Телеканал СР. Новые технологии внедряют в Наринмарском автотранспортном предприятии. О системе подсчетов пассажиров, которая поможет сделать общественный транспорт еще более комфортным, расскажем в следующем сюжете. Новая система учета пассажиропотока «Ларго» позволяет повысить уровень комфорта для всех граждан, которые регулярно пользуются общественным транспортом. Камеры с датчиком установлены над двумя дверьми – там, где пассажир заходит, и там, где выходит. Систему ввели в эксплуатацию на городских автобусах 23 июля. Сейчас мы установили систему учета пассажиропотока на двух автобусах – один среднего класса, один большого класса. Система позволяет оперативно и эффективно, без вмешательства человека, проанализировать пассажиропоток, определить пиковые нагрузки во время выполнения смен и, соответственно, в дальнейшем позволит принять решение о внесении изменений в расписание движения автобусов. На основе данных будут регулировать расписание движения автобусов. Вся аналитика выгружается в облако, и через специальное программное обеспечение можно наглядно увидеть статистику, когда приходится пик загруженности, а когда, наоборот, пассажиров меньше. Сотрудникам теперь не нужно будет проводить анализ данных на основе учета билетов, которые они получают от кондукторов. Все стало гораздо проще. Благодаря технологиям, в которой используется нейросеть, видеофиксатор не считает сумки, рюкзаки, блики и иные предметы. Учет ведется только людей. Правда, ростом выше одного метра, то есть дети из подсчета исключаются. По дням, сколько пассажиров пошло, сколько вышло, потом по часам, по времени. И можно посмотреть, допустим, по камерам, как люди заходят, как выходят. Также можно в режиме реального времени наблюдать за тем, что происходит на входе и выходе из автобусов. Единственный нюанс – нестабильная скорость интернета, которая не всегда позволяет получить качественное изображение в онлайн-режиме. Но благодаря тому, что все видеофайлы выгружаются в облако, обратиться к материалам можно в любое время. У системы пассажиропотока из-за наличия видеофиксации появляются сразу несколько функций, помимо аналитики данных. Теперь в автобусах помимо восьми камер, которые были до этого, появились еще две дополнительные. Вторая функция в системе пассажиропотока – это контроль за работой кондукторов, насколько они функциональны, качественно выполняют свои обязанности. Третья функция – это обеспечение транспортной безопасности. Помимо семи камер, которые уже установлены в автобусе, дополнительно устанавливаются еще две камеры, которые также записывают с глубиной записи до 30 суток все, что творится на посадочной площадке. Систему будут тестировать в течение трех месяцев – с августа по октябрь, чтобы посмотреть, насколько актуальное расписание составлено ВТП на данный момент. Погрешность в подсчетах составляет около 3% и не сильно влияет на показатели. Поэтому теперь общественный транспорт стал еще более безопасным и комфортным. В Неневском округе начались мероприятия по случаю одного из самых главных праздников кочевников – Дня оленя. Многие хозяйства в этом году отказались от торжественной части из-за сложной эпидемиологической обстановки. 30 июля первые вертолеты с продуктами, подарками и материальными запасами полетели в СПК Нарьяна-Ты и семейно-родовую общину Ямпто. В остальные хозяйства винтокрылые машины будут вылетать согласно установленному графику. Что касается праздника, он, вопреки коронавирусной инфекции, все же пройдет в СПК Рассветсевера, Канин, Восход и на острове Колгоев. Напомним, День оленя для кочевого населения – главный праздник. Этакий Новый год, когда оленеводы подводят итоги, выявляют сильнейших в национальных состязаниях. Это прыжки через нарты, метание тензия на хорей, бег по пересеченной местности, тройной национальный прыжок. Оленеводство – традиционная отрасль хозяйствования в Ненецком автономном округе. Результаты работы оленеводческих хозяйств за первое полугодие подвели в Департаменте природных ресурсов, АПК и экологии. Объем производства оленины в округе за первое полугодие 2021 года составил более 700 тонн. На господдержку оленеводства из окружного бюджета в первом полугодии 2021 года направлено более 250 миллионов рублей. Выплаты производились по четырем видам субсидий. Большая часть средств – 142 миллиона рублей – направлена на выплату субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции оленеводства. Субсидия на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотростлям растеневодства и животноводства составила 94 миллиона 600 тысяч рублей. Семейным родовым общинам, не являющимся сельхозтоваропроизводителями, на наращивание поголовья северных оленей перечислено 3,5 миллиона рублей. На возмещение транспортных расходов по доставке в Наринмар мяса оленины и субпродуктов первой категории для последующей переработки от мест убоя – 14 миллионов 600 тысяч рублей. По информации профильного ведомства, на 1 июля 2021 года в оленеводческих организациях насчитывается около 195 тысяч голов, включая около 60 тысяч стелят. Вокалистка из Наринмара стала одной из шести победителей в конкурсе «Гугл вместе на своем». На конкурс Тамара Ваучейская отправила ролик с песней «Харта нет, это не» «Сама женщина, сама оленевод». Подробности в сюжете Катрины Тайбарей. На конкурс от компании «Гугл России вместе на своем» Тамара Ваучейская отправила ролик с песней «Харта нет, это не» «Сама женщина, сама оленевод». Члены жюри по достоинству оценили работу, и имя нашей землячки оказалось в заветном списке победителей. Конкурс организован с целью напомнить жителям нашей страны о ее многонациональности. Несмотря на то, что все мы разные, мы одна семья. Я исполнила песню «Харта нет, это не» в переводе с ненецкого «Сама женщина, сама оленевод». Это песня о сильной духом тундровой женщине, которая управляет стадами, и у нее много братьев, и она является их лидером. Выбор песни не случайный. Как поясняет девушка, именно эта песня полностью передает самобытность ненецкого народа, силу ее духа. Эта песня сохранилась в уникальном сборнике 1965 года «Эпические песни ненцев», и она является исконно ненецкой, то есть народной. Как правило, ключ к успеху – упорный труд и слаженная команда. Победа не получилась бы, если бы не было нашей команды. То есть это работа нескольких людей. За музыкальную часть у нас, за музыкальное сопровождение отвечал Игорь Саботович, за видеоролик у нас отвечал Валентина Чибчик. Шесть победителей примут участие в съемках музыкального видеоклипа. Вместе со знаменитыми исполнителями из разных регионов России они споют песню «Ничего на свете лучше нету», каждый на своем языке. Тома исполнит куплет на ненецком. Премьера видеоклипа состоится на канале YouTube Russia. Мы должны записать видеоролик на разных языках, то есть на песню «Ничего на свете лучше нету». Вот песня друзей, песня дружбы народов, можно так сказать. Мы в данный момент ждем, когда с нами свяжутся организаторы по дальнейшим действиям. Участие в конкурсе от Google России – отличный способ заявить о себе и рассказать о своем проекте. В рамках проекта «В Ингисео мелодия тундры», руководителем которого я являюсь, мы создаем как раз-таки семь музыкальных композиций. И было принято решение поучаствовать в этом конкурсе. Напомним, в декабре 2020 года Тамара Ваучейская выиграла грант Росмолодежи на реализацию проекта «В Ингисео мелодия тундры», в рамках которого будут записаны современные аранжировки на национальные песни, чтобы распространить ненецкую культуру в массы. Катрина Тайбарей, Антон Водряков, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.